Центр выучения китайской мовы и культуры в Барановицком государственном университете существует уже по годы. И это довольно уникальный опыт для Брестчины. Интересно и то, что выкладчивается китайской мовы 22-летняя Нин Цзюньцзе, которая приехала сюда из Китая, работает весь научный год на волонтерских начатках. Мне очень нравится Беларусь. Беларусы такие дружелюбные. Я приехала именно сюда, потому что последним временем, сносенный между Беларусью и Китаем, выходит на совсем другой уровень. Вот я и решила, что это очень добрая мощность для того, чтобы набрать выкладческий опыт. Сейчас китайскую мову два раза на неделю тут выучают три группы студентов по семь человек. Кажут, засвоивать мову конфу – это не просто. Главное тут и мкнение. До речи, плануется, что с наступного года колькасть тех, кто выучает китайскую мову, тут повеличится. Махчима, что до занятков будут притягивать не только студентов, а и всех же дающих граждан. Мы проводили интересный мониторинг в течение последних полугода по поводу изучения экономического спроса на китайские товары и в целом на специалистов, которые требуются для проведения маркетинговых исследований на китайском языке. Этот спрос показал, что на первом месте как раз таки уже выходит не английский язык, а именно китайский язык. Поэтому, с учетом того, что перспективы сотрудничества Белоруссии и Китая с 2016 года усилены, взято направление на развитие белорусско-китайских отношений, конечно, это направление перспективное и приоритетное. Подчас проведения Дня китайской культуры можно было поудельничать у широку разностайных викторин и майстер-классов. Например, научиться вязать мудрогеллистые китайские узлы с разноколяровых шнурков. Мы представляем нашим студентам, как делать китайские узлы, которые вы можете увидеть. Желательно, мы их делаем из красного и желтого цвета, которые символизируют счастье. Как нам рассказывал наш преподаватель Нин Лауши, вот такие вот узелочки их вешают, например, дома или на ключи, разные подвески, чтобы с вами всегда сопутствовало счастье. Значилось немало охотников и научиться писать специальным пензлем китайские иероглифы. Особливой популярностью, до речи, корысталось и написание именов и пожаданиям. Искусство каллиграфия играет очень важную роль в культуре Китая. В каждой школе преподают каллиграфию, то есть они проходят эти предметы и учатся правильно писать иероглифы. Шмат становочих эмоций выкликала во всех и популярная гульня Ци Дзян Цзы, где треба подкидывать ногой специальную битку, прыгожанную перами. И, конечно, с великим задовольнением многие принялись за створение фигурок с папиры, популярного в Китае мастатства орыгами. Но у всех это только маленькая частка того интересного, что есть в этой стране. И познакомить с ее беларусов, как мога ближе, именно эта задача, которую перед собой и ставить в Центр выучения китайской мовы и культуры в Барановичах. Алена Ракусь, Людмила Салзина, Юридитут, или родой компания «Брест».